Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Давайте вот о чем поговорим. В последнее время стало наблюдаться заметное сближение между Китаем и Ираном. И вот это сближение, какую опасность это несет и, собственно, Израиль и США? Да, действительно, речь идет о очень значимых событиях, которые произошли буквально в последнюю неделю. Дело в том, что еще с 2016 года, когда китайский лидер Си Цзиньпинь посетил Тегеран, выдвигались регулярно гипотезы о том, что Пекин в какой-то момент решится подорвать свои отношения с Вашингтоном ради союза с Ираном. Но раз за разом эти предположения отвергались. Почему? Потому что, в конце концов, кто станет жертвовать отношениями с Америкой, величайшей экономикой, сверхдержавой, ради торговли и сотрудничества с крупнейшим в мире пособником террора, который, в общем-то, ничего не может предложить. Но теперь ситуация на фоне глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией короны, и, к слову, того самого вируса, который пришел нам именно из Китая, и беспрецедентного охлаждения отношений между Вашингтоном и Пекином, произошло то, что раньше могло показаться почти немыслимым. Как сообщило на днях издания New York Times, после нескольких недель переговоров о возможности подписания сделки между Китаем и Ираном, Договор, согласно которому Тегеран и Пекин становятся союзниками, есть. Есть проект договора, он еще не подписан, возможно, его подпишут в марте, но он уже есть. И, согласно публикации, это соглашение начинается с утверждения, я цитирую, «Новые союзники — это две азиатские культуры, два партнера в сфере торговли, экономики, политики, культуры и безопасности, со схожим мировоззрением, взаимными многогранными интересами, которые намерены рассматривать партнерские отношения друг с другом как взаимный стратегический интерес». Ну, если говорить простыми словами, стороны договорились о том, что Иран будет поставлять Китаю нефть по достаточно низким ценам в течение следующих 25 лет, а в ответ Китай значительно расширит свое присутствие в банковской сфере Ирана, в его телекоммуникациях, в портовых инфраструктурах, в железных дорогах, в десятках других проектов, короче говоря, вложит деньги, инвестиции, инвестирует в инфраструктуры Ирана и, помимо всего, еще и подключит Иран к своим системам G5 и GPS. Речь идет о общих инвестициях на сумму где-то 400 миллиардов долларов в течение 25 лет. Иными словами, тут можно сказать совершенно четко, китайцы окончательно решили отказаться от соблюдения американских санкций, и, судя по всему, они предполагают, что экономическая и политическая цена, которую им придется теперь заплатить за этот свой новый альянс, окажется меньше той цены, которую будут вынуждены заплатить США. За крах своей позиции доминирующего инвестициями на международных рынках. Ну, с Ираном-то все понятно. Он хватается за Китай как за спасательный круг, избавляющий его от экономического коллапса, в котором он оказался в результате американских санкций. Собственно, сейчас мы находимся, наблюдаем совершенно беспрецедентное максимальное давление, которое оказывается Вашингтоном на Тегеран. Речь идет и о перехватах поставок оружия с иранским союзникам, и ударам, которые Израиль наносит. Видимо, Израиль не всегда признается, но мы понимаем, кто это. Наносит удар по иранским базам, по боеприпасам, которые они перебрасывают в Сирию и в Хизбалеб-Ливан. И мы знаем сейчас, что происходит в Иране, тоже какие-то взрывы, причем непрерывно, просто один за другим. Мы уже перестали их упоминать, но они продолжаются там. С другой стороны, Китай нашел себе в Совете Безопасности ООН Россию и Китай, которые поддерживают его в канун предстоящего истечения срока о действиях эмбарго на поставке оружия. Иран смог отправить по меньшей мере 9 танкеров, наполненных газом, в Венесуэлу. Но все это, конечно, капли в экономическом ведре по сравнению с тем, что может предоставить Китай и то, что он сейчас готов предоставить. И надо понимать, что внутри Ирана, мы привыкли думать, что Иран это некое монолитное авторитарное государство, это действительно так, но внутри вот этой вот правящей группы там все равно существует трение. И судя по публикациям в прессе иранской, мы понимаем так, что там, например, есть вот партия Рухани из Алифа, которая больше была нацелена на то, чтобы давайте продолжать дурачить Запад, и они, в общем-то, они дурачки, мы сможем их обвести вокруг пальца. Их критикуют более, так сказать, фанатично и националистично настроенные, скажем, представители, такие как Махмуд Ахмедеджад, Ахмадинаджад, которые говорят, что, мол, Зариф и Рухани слишком лебезят перед Западом. Очень похоже на то, что происходило в свое время в Советском Союзе, внутри ЦК КПСС, там тоже были разные партии. И так вот, Махмуд Ахмедеджад, он на самом деле против и тех, кто, как Рухани и Зариф, хотели продолжать работать с Западом и продолжать обманывать Европу, вот, водить за нас, и против тех, кто сейчас склоняется к китайскому направлению, потому что он говорит, мол, типа, Иран за это будет расплачиваться, и уже расплачивается своими территориями. Мы фактически пускаем Китай на свою территорию, мы отдаем им земли, мы отдаем им базы, мы отдаем им... Короче говоря, он тоже недоволен, но победила линия, которую, судя по всему, продвигает руководство Корпуса Стражей Исламской Революции, то есть вот этой боевой политической структуры, которые являются, в общем-то, сторонниками вот этого союза с Китаем. Ну, а Китай действительно сейчас выходит на новый уровень игры. С одной стороны, очень испорченные отношения с Америкой, с другой стороны, он считает, что Америке будет тяжело выбраться из экономического кризиса, вызванного короной, и вся эта политическая нестабильность, которая сейчас там происходит. И он решил, что пришло время расширять свое влияние, поскольку он получает фактически не только Иран, но всех его сателлитов. И Ирак, и то, что там называется Сирией сейчас, и Ливан. Не случайно, вот как бы символом перехода Китаю иранских союзников стало недавнее, в начале июля, выступление Хасана Насхау, который, как бы ругая Америку и угрожая фактически американскому представителю в Ливане, даже того, что Ливану пора повернуться на восток, намекая на связи с Китаем. Теперь мы как бы видим, как все это выстраивается в одну схему. Ну и соглашение, которое, как я уже сказал, должно быть подписано в марте, оно также включает в себя и близкое военное сотрудничество. В военной сфере соглашение призывает обе стороны увеличить темпы совместных маневров их армий. И в рамках этой новой эры сотрудничества страны формируют альянс до усиления своего присутствия в Индийском океане. И это ставит вопрос уже о доминировании США не только в Персидском заливе, но и как бы в гораздо большем регионе. По сути дела, Иран на днях объявил о готовности или желании о намерениях построить новую военную базу в Индийском океане. Пока неизвестно, где она, но так или иначе эта база будет угрожать интересам Британии и США, у которых есть, как известно, большая база в Индийском океане на острове Дьего Гарсия в центре Индийского океана. И более того, параллельно Китай собирается строить в Оманском заливе свою военную базу, которая уже в свою очередь будет наблюдать, присматривать и контролировать перемещение 5-го военно-морского флота США в Керсинском заливе. И все это происходит еще на фоне маневров военных, которые с 2014 года уже трижды проводились. Сейчас они говорят о том, что, мол, надо еще интенсифицировать, то есть делать еще более частыми. Последние маневры, напомню, происходили в декабре 2019 года, то есть буквально совсем недавно, и в них принимала участие также и Россия. Как раз тогда, по окончанию учений, командующий ВМС Ирана хвастливо заявил, что эра американского доминирования в регионе завершилась. Но в проекте вот этого соглашения также говорится о сотрудничестве в разведывательной сфере, в использовании Китаем и иранских военных портов, об этом только что говорили, что является прямой угрозой уже как бы интересом американского военного флота в Керсидском заливе. и другие параграфы договора касаются сотрудничества в области исследований и разработок систем вооружений. До сих пор Китай очень осторожно двигался на Ближнем Востоке, развивал свои как бы дела, и сейчас, видимо, мы видим, что он считает, что созрело время для того, чтобы интенсифицировать не только инфраструктурные сделки, но и политические решения тоже. И, как я уже сказал, он пытается подмять от себя вместе с Ираном также всех его сателлитов, то есть Сирии, Ирак и Ливан. И на фоне того, что как бы США в последнее время уходили из Ближнего Востока этот вакуум, сейчас Китай готов заполнить. Он предпочитает работать с Ираном и Россией по Сирии, потому что как бы Россия обеспечивает всю тяжелую работу в ООН и войсками на местах. Иран сотрудничает с местными религиозными общинами, а Китай создает инфраструктуру и таким образом как бы выходит на Ближний Восток. При этом, конечно, надо понимать, то есть совершенно понятно и Китаю тоже, что все его инвестиции, которые он вложит в Иран и в его сателлитов, это, в общем-то, как в бездонную прорву, потому что ситуация экономической Ирана и всех его сателлитов, которые короткормились с его рук, она ужасна. И поэтому все, что делает Китай сейчас, конечно, это не экономический проект, это чисто политический проект. И надо думать, что Китай будет действовать все-таки осторожно, потому что опыт американский, который Америка выкладывала с 2003 года в Ирак огромные деньги, а потом, в общем-то, все это растворилось из-за того, что произошло в Ираке, потом был ИГИЛ, мы помним, и все американские инвестиции в Ирак, в общем-то, пропали. Китай понимает, что Ближний Восток это пороховая бочка, и одно дело напакостить Америке, другое дело действительно вложиться огромными деньгами и потом все потерять. Поэтому действовать не будет осторожно. Но так или иначе, нам важно даже не столько, какие опасения могут быть у китайского руководства и какие дивиденды приобретает Ирак, сколько что это значит для нас, то есть для США и для Израиля. Непосредственным политическим значением такого соглашения для США станет то, что принять в Совете безопасности он резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану через три месяца, когда истечет срок действия нынешнего эмбарго, уже не удастся. Это означает, что для предотвращения поставок китайского и российского оружия Ирану политическими средствами, то есть без военных действий, Америке придется принимать решения куда более агрессивные и в политическом, и в экономическом, и на военном уровне тоже. По сути дела, в рамках дипломатических усилий у США остается только возможность потребовать запустить так называемое положение мгновенных санкций в резолюции 1231 Совета Безопасности ООН, которая говорит о том, что если была подписана сделка 2015 года с Ираном, если Иран нарушает эту сделку, то вторая сторона может потребовать введения вот таких вот мгновенных санкций. Что у тебя происходит? С одной стороны, Иран откровенно нарушает эти санкции, с другой стороны, и США как бы может сказать, я хочу ввести этим положением мгновенных санкций, с другой стороны, уже сейчас Китай, Россия и ЕС утверждают, что США вышли из этой сделки, а значит уже неуполномочены инициировать восстановление санкций. В принципе, это нарушение договора, который был подписан, и то, что США вышли, не меняет этого положения, но Россия, ЕС и Китай в один голос утверждают, что все меняется, поэтому если как бы США действительно инициирует такое восстановление санкций, то это будет достаточно жестокая борьба дипломатическая в ООН, и кроме того, государствам придется как-то определяться, то есть либо они присоединятся к позиции Соединенных Штатов и к действующим международным нормам и законам, либо выступят против США и начнут как бы выдумывать международное право. В любом случае вот эта ситуация, конечно, вносит большой разлад в международную стабильность, и речь идет, конечно, о кризисе, который будет достаточно серьезно ощущаться. Но это еще не все, потому что для Израиля, например, Иранно-Китайское соглашение становится очень важным, фактически определяющим событием, которое формирует на наших глазах принципиально новую реальность и новую стратегическую ситуацию. Непосредственное значение этого договора для Израиля состоит в том, что придется не принимать немедленные оперативные решения, ведь стратегический альянс, который открывается сейчас перед Ираном в союзе с Китаем, это совершенно новые возможности для разработки ядерного оружия. В прошлом именно Китай, я напомню, сыграл ключевую роль в приобретении ядерного оружия Пакистаном. И он же, по сути дела, позволил обзавестись ядерным оружием из Северной Кореи, по крайней мере, мешая США и странам Запада эффективно предотвращать это в Совете Безопасности ООН. И возможность того, что в самом ближайшем времени, если не уже, Китай окажется партнером ядерной программы Ирана, превращает вот эти взрывы странные и разнообразные, которые сейчас происходят на иранских ядерных объектах и ракетных базах. Очень актуальный и очень важный вопрос. И теперь мы понимаем, что возможно, поскольку мы-то узнали об этом соглашении только сейчас, но вероятно, разведка США и Израиля знали о готовящемся соглашении немножко раньше. И вот эта вот активизация взрывов в Иране, видимо, связана с тем, что мы понимаем, что окно возможностей для Израиля и США очень резко закрывается. По некоторым данным, Тегеран согласился разместить на своей территории около пяти тысяч китайских солдат. Таким образом, любая будущая попытка нанести ущерб ядерным объектам Ирана теоретически может привести к войне, в которой будет уже непосредственно вовлечен Китай. Это совсем другие расклады. И, конечно, еще один очень важный результат вот этого иранно-китайского соглашения до Израиля заключается в том, что Израилю теперь неизбежно придется изменить свой подход к инвестициям Китая в наши израильские инфраструктурные технологические проекты и компании. Еще в мае, мы об этом говорили, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Иерусалим с неожиданным очень коротким визитом, в ходе которого, в частности, он говорил о серьезных последствиях для израильско-американских отношений, если продолжится участие Китая в израильских инфраструктурных проектах. И тогда эти предостережения не остались без внимания, потому что две недели спустя контракт на строительство плеснительной установки в Аждоде неожиданно выиграла израильская компания, хотя до этого ожидалось, что тендер получат китайцы. Но американское давление на Израиль продолжается. Он продолжает требовать сейчас, например, от израильского правительства отмены или хотя бы значительного сокращения соглашения, которое было подписано в прошлом году в Израиле, мы о нем тоже говорили, с китайской компанией о строительстве и эксплуатации дополнительного порта в Хайфе. То есть у Китая будет фактически присутствовать, они будут управлять портом в Хайфе, и в новых условиях это совершенно как бы иная ситуация, нежели когда Китай был где-то далеко, а теперь Китай непосредственный союзник, как он сам об этом говорит Иран. Его присутствие в Хайфском порту рядом с военной базой, крупнейшей военной базой израильской, военно-морской базой израильской. Как бы совсем не то же самое, что было раньше. И теперь, похоже, у Израиля уже не останется иного выбора, кроме как отменить этот контракт, а также довольно много других соглашений об академическом технологическом сотрудничестве с хайфскими компаниями, потому что те же самые компании, которые будут создавать в Израиле инфраструктуру, в том числе оборонную или транспортные системы, они займутся наводительными проектами в Иране, и кто может проконтролировать, сколько утечет информации из Израиля к самому опасному и самому как бы активному сегодня врагу Израиля. До сих пор Израиль рассматривал возможность исключения Китая из национальных проектов как цену за сохранение альянса с Соединенными Штатами. То есть мы типа мы как бы в стороне, США с Китаем ссорятся, США просят, чтобы мы с Китаем не дружили, но понятно, нам США ближе, поэтому мы с ним, конечно, дружить не будем, но очень не хочется разрывать эти отношения. И как бы по понятным причинам платить подобную цену Израиль не очень хотел. Но сейчас ситуация полностью изменилась, и отмена технологического инфраструктурного сотрудничества с Китаем, который стал союзником Ирана, это уже не просто как бы дань дружбе с США, это национальный израильский интерес, не всякого контекста с дружескими отношениями с Америкой. На стратегическом уровне китайско-иранское соглашение тоже ведет к появлению совершенно новых стратегических союзов. Так, например, в вопросе о выборе между США и Китаем возможно расколется Европа. Надо полагать, например, такая страна, как Британия, все-таки останется в русле американских связей, а как поведут себя страны, другие европейские, мы бы сказать, пока не можем, западные. Россия пока продолжает сидеть на заборе. И вот мы видели, как президент Дональд Трамп не оставлял попыток убедить Москву отдалиться от Пекина и сблизиться с промышленно развитыми странами Запада, которые входят в знаменитую G7. Но до сих пор эти усилия успехом не увенчались. Все может измениться, потому что Путин тоже смотрит, и он тоже как бы небольшой сторонник того, чтобы Китай усиливался так значительно, усиливал свое влияние, и как бы в этом смысле подавлял Россию. У России, безусловно, будет своя игра в этом раскладе. Надо сказать, что вообще ставка Китая, на которую более совершенно ясно сейчас Китай, пошел на то, что как бы исходя вот на это столкновение, в Абулуон считает, что, видимо, выгоднее столкнуться в лобовой конфронтации с Вашингтоном по иранской проблеме, и это как бы принесет ему пользу. Но на самом деле это не кажется столь уж беспроигрышной и совершенно очевидной выигрышной ситуацией. Результат мы увидим и станет он ясен лишь тогда, когда по мере выхода из коронавирусного кризиса экономического страны мира начнут подсчитывать соотношение экономических мощностей США и Китая. Сейчас ситуация очень нестабильная у всех, и у стран как бы третьих, и у США, и Китая коронавирус, эпидемия, экономика, непонятно что, но когда начнется выход из этого ситуации, то тогда, конечно, страны начнут определяться и смотреть, кто сильнее, кто влиятельнее. И тут может оказаться, что вот эта ставка Китая на то, что Америка все, она окажется преждевременной. И мы видим, на самом деле, что вот такие, то, что называется азиатские гиганты, Индия, Япония, Южная Корея, они все дальше отдаляются от Китая, мы их можем понять тоже. Дело в том, что для них усиление Китая это стратегическая угроза, и поэтому им гораздо приятнее дружить с Америкой, которая не собирается их завоевывать или подчинять себе, чем с Китаем, который может просто их под себя подмять. Мы знаем, что отношения между Китаем и Индией становятся все более и более напряженными. Более того, как бы сближение последних лет России и Китая начала пересматривать, начала пересматривать свои военные отношения с Россией тоже. И по мере сближения с Америкой, с Вашингтоном, мы знаем, что Норендра Моди он, в общем-то, большой поклонник и Израиля, и США, он друг Трампа, он друг Натаниэл. И вот мы видим, как Дели начинает пересматривать США, а не Россию, в качестве своего основного поставщика вооружений. Ну и понятно, что Америка прилагает все усилия для того, чтобы создать этот стратегический альянс с Индией, поскольку Индия, это, конечно, не Китай, но тоже колоссальная азиатская держава, и это может компенсировать и, в общем-то, создать противовес китайским действиям. И Израиль, в свою очередь, из этого может извлечь свою выгоду, потому что, как бы, дружа одновременно и с Индией, и с Америки, которая сейчас все больше сближается, Израиль, безусловно, свой маленький, так сказать, бизнес тоже может найти там себе место в дружбе этих гигантов. В течение многих лет, так или иначе, Израиль не рассматривал Китай как угрозу. То есть мы, опять же, говорили, Китай где-то далеко, он далек от наших проблем, он, в общем-то, дружит со всеми, в том числе и с нашими врагами, но у нас с ними какие-то хорошие отношения. И американские предупреждения, как бы, ребята, не дружите с Китаем, они встречались в Иерусалиме с таким или недоумением, или даже, в общем, с явной прохладой. Но теперь, когда Китай четко выбрал сторону и стал союзником Ирана, Израилю, безусловно, придется осознать все последствия и действовать быстро и, соответственно, резко изменившуюся ситуацию. Сергей. Спасибо большое, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Открытый диалог. Телефон в студии 847-400-5200 на тот случай, если у вас появятся вопросы. Ну, а теперь, Александр, о том, что... Собственно, не о том, что произошло, о выборах в Польше, о результатах выборов в Польше и об истерике. Так сказать, демократию умирает. Да, именно так. Дело в том, что, казалось бы, где мы, где Польша, но, тем не менее, выборы в Польше интересны и важны нам. Как потому, что к счастью, на выборах в Польше сейчас победил друг Израиля и друг США. И Польша, все-таки не будем забывать, это достаточно важное и влиятельное государство Восточной Европы и Евросоюза. И, во-вторых, потому что происходящая там ситуация, она ужасно напоминает то, что происходит и в Израиле, то, что происходит и в США. Когда расклад такой, левый использует все возможные силы, любые правила, то есть, по сути дела, играют без правил для того, чтобы победить. Если же ему все-таки не удается победить и не проигрывать, то они объявляют о том, что демократия, как вы точно заметили, умерла, смерть демократии, и все плохо, все мы умрем, и время предоставать черные флаги, махать ими и биться в истерике. Собственно, это именно то, что произошло в Польше. Так в Польше пришли президентские выборы. На них с очень небольшим и совершенно неочевидным образом победил Андрей Дуда. Неочевидно, потому что не было понятно, что он победит. То есть, буквально вот все висело на волоске, так же, как у нас сейчас, например, напряженная ситуация в США, так же, как в течение года Израиля тоже никак не могли консервативные силы победить левых. Но вот эта ситуация, когда партия «Право и справедливость», во главе которой стоит Андрей Дуда, победила и стала правящей партией, она дала возможность левым, в том числе израильским левым, и я это вижу очень хорошо в израильских СМИ, как бы передать свое искаженное восприятие термина демократии, когда они, значит, вот если побеждает их кандидат, то это праздник демократии. Если побеждает не их кандидат, то мы одеваем черные флаги, проводим массовые похороны демократии и переживаем, и верещим о том, как все плохо и что демократии в Польше больше нет. На самом деле, вопреки жалобам израильских комментаторов, как раз выборы в Польше показали и посвидетельствовали о силе демократии в этой стране, если уж на то пошло. То есть в выборах участвовало огромное количество для Польши людей, 68 с небольшим процентом. Это была самая высокая явка с тех пор, как коммунистический режим обрушился в Польше. И на этих выборах Дуда, как я уже сказал, победил, получив 51%, 49% получил его левый оппонент, мэр Варшавы Рафаэль Ческовский. И, в общем-то, впервые за последние пять лет левые были очень близки к победе, благодаря экономическому спаду, в том числе короны, и благодаря кампании личной конкретной персональной демонизации Дуды, которого изображали и в Польше, и за рубежом, как, во-первых, радикального права. Ну, мы понимаем, это, так сказать, приговор. Но, кроме того, его называли антисмитом, а заодно и гомофобом. Вот. И всех остальных правых кандидатов точно так же тоже клеймили. И, тем не менее, точно так же, как, например, это произошло в Израиле не так давно, все-таки большая часть польской общественности, хотя и не с большим древесом, как мы видим, буквально 2% поддержало Дуду. Поддержало, как бы, пребывание Дуды. У него та же самая ситуация, что и у Натаниэла. Он был главой страны, и он остался. Вся эта, так сказать, лихая кампания предвыборная, что еще больше, как бы, проводит больше аналогий между Польшей, Израилем и США, вся эта предвыборная кампания проходила в контексте очень жестокой борьбы, которая вот эта консервативная права и силы во главе с партией Дуды, ведет за продвижение реформ в судебной системе и очень сильной напряженности, которая из-за этого возникла у Польши с Европейским Союзом. Собственно, партия право и справедливость использовала большинство, которое у нее было еще до победы, до выборов, которое она имела в уходящем парламенте для продвижения законодательства, которое, как они говорили, очищает правовую систему Польши от остатков в коммунистической эпохе. И они говорили, что, собственно, вот левые партии, по сути дела, являются продолжением коммунистической эпохи, и они окопались, проигрывая на выборах в обществе, на выборах в парламент. Они проигрывают, они остаются внутри судебной системы, продолжают держать Польшу как бы в своих руках, и вот уже три десятилетия спустя падение Восточного Блока это все еще продолжается, и мы, мол, должны очистить судебную систему Польши от вот этого тлетворного влияния. Понятно, что левые верещали о том, что на самом деле правительство пытается уничтожить судебную систему, и все точно так же, как в Израиле. То есть, когда Натаниэл говорит, давайте разделим власти, давайте сделаем так, чтобы судьи не вмешивались в работу парламента и не указывали парламенту, что делать, потому что разделение властей в демократическом государстве на этом строится, так вот, когда Натаниэл только начинает заикаться об этом, левые верещат о том, что Натаниэл пытается подмять под себя судебную систему Израиля, более того, когда речь пошла о том, как мы говорили в прошлый раз, позапрошлый раз, о том, чтобы давайте мы вообще подумаем, создадим комиссию, которая будет проверять в Израиле, нет ли противоречий интересов у судей, когда суди разбирают те или иные вопросы, нет ли у них своих собственных личных персональных интересов в этих делах, бизнес-интересов, давайте как-то проверять это, тут же был страшный Ор поднялся, это как вы смеете, это как вы можете, вы убьете так судебную систему, чем убьем, тем, что мы не дадим судьям помогать своим бизнесам, это же нонсенс, но тем не менее об этом говорить, то же самое произошло и в Польше, и вот с одной стороны была оппозиция, которая говорила, судебная система должна быть независима, а это был эвфемизм тому, что у нас там коммунистические из коммунистического периода еще остались, коммунистическая бранжа остается, и она будет говорить парламенту то, что делать, и вы туда не лезьте, и правые, которые попытались это дело изменить, точно так же, как Натаниал пытается это дело изменить, и отсюда, конечно же, возник лозунг «Конец демократии». Дело в том, что законодательство это о составе Верховного суда и введении санкций в отношении судей, которые обвиняются в вовлечении политики в свои решения, то есть по сути дела то, что не прошло сейчас в Израиле, это законодательство находится в Польше на рассмотрении, оно прошло, имело большинство, но застряло в Сенате, в котором позиция сумела это дело затормозить. И теперь решение по этому вопросу находится в руках избранного президента, то есть от того, кто был бы избран, дальше пошло бы в Польше, или бы левые оставили бы свою судебную систему управлять и подавлять парламент, как в Израиле это происходит, или правые сумеют и будут иметь шанс на то, чтобы эту ситуацию изменить. Понятно, что когда правые пытаются что-то как-то навести, какую-то демократию, это вызывает огромную критику не только в Смелевых, но и у бюрократов Брюссельских Евросоюзов. И там ЕС просто даже обещал наложить санкции на Польшу внутри как бы Европейского Союза за вот эту самую ситуацию. И, конечно же, гражданские агроорганизации, то есть то, что мы знаем очень хорошо, НГО в Израиле и в Америке, которые под видом правозащитной деятельности получают деньги от европейских правительств из подрыва израильской государственности, например, или выступлений против Трампа. Там то же самое. Там, поддерживаемые иностранными деньгами, эти гражданские организации приснились к борьбе и фактически превратили президентскую избирательную кампанию в Польше в битву за демократию. Любимое дело. И теперь как бы ситуация такая, что из-за того, что голосование закончилось в пользу правых, но тем не менее нет явного большинства, то оппозиция начинает апелляционную войну. Они говорят так, во-первых, тут было дистанционное голосование, которое на фоне эпидемии короны проходило. И уже признак того, что они собираются опротестовывать и не признавать свое поражение, мы видели в том, когда Дуда в победной речи предложил своему оппоненту Чисковскому встретиться и загасить национальный спор. То есть, окей, выборы закончились, давайте теперь жить дружно. Чисковский это дело отклонил и отклонил предложение отправленное ему Дудой. Надо сказать, что опять же, точно так же, как это было, например, в Израиле и точно так же, как это похоже будет в США, Дуда шел на выборы, при том, что со стороны брюссельских бюрократов в столице Евросоюза шли откровенные, совершенно неприкрытые угрозы того, что будет с Польшей, если только не посмеют выбрать Дуду, с одной стороны, и всевозможная откровенная поддержка финансовая и политическая его политических соперников. И все это на фоне как бы кризиса экономического, связанного с короной. И, с другой стороны, при этом, еще и Россия вмешивалась в выборы в Польше, и она тоже продвигала им на левых против этого Дуда, националиста. Так или иначе, ему удалось победить. То есть, надо отдать должное, польский народ оказался мудрее, чем могли ожидать его враги, и он выбрал себе национального президента, друга Трампа, друга Натаньяу и противника вот этих самых и европейских бюрократов и России. И у Израиля есть, в общем-то, причины быть довольны этой ситуацией, потому что Дуда, в общем, как я уже сказал, является другом не только Натаньяу, но и другом Израиля вообще. На протяжении всего слоя президентства, особенно в годы дипломатического кризиса, который вот разразился где-то год назад, и он, в общем-то, случился из-за истерии, которую создал Ейрлопит по поводу закона о катастрофе. Вы помните, не буду сейчас уже, времени у нас не так много, я напомню вкратце речь о том, что поляки сказали, не мы были убийцами во время катастрофы евреев, это немцы были, а кто будет говорить, что мы убийцы, то мы ему полку дадим. Не очень умный закон, может быть, и не очень верный, мы понимаем, но и не абсолютно неверный, потому что поляки, по сути дела, были единственные в Европе, едва ли не единственные, у которых на уровне государства, окей, правительства в изгнании, спасали и защищали евреев. То есть все очень сложно, они ужасные антисемиты, но при этом они воевали с нацистами и спасали евреев, это тоже нужно признать. Ейрлопит устроил бешеный скандал, который в итоге действительно сумел подорвать отношения между Израилем и Польшей, поскольку у них начались тоже избирательные кампании, и у них, учитывая достаточно высокий уровень антисемитизма в обществе, как бы дружить с Израилем на фоне того, что израильские политики стали говорить всякие гадости о поляках, как бы тоже не было камильфо, и поэтому Дуда пытался просто это все погасить. Теперь он победил, теперь у него есть возможность как бы действительно ставить это все в стороне и двинуться на сближение с Израилем. Вопрос в том, способен ли Израиль в сегодняшней сложной очень политической ситуации, в которой он находится, проводить надлежащую внешнюю политику, но это уже зависит действительно от того, насколько Натаньяус умеет подавить все вспышки безумия и кривляния, которые сейчас в его огромном раздутом правительстве мы наблюдаем с болью. И, конечно, к сожалению, сближение с Польшей это очень важный для Израиля интерес, но он меркнет по сравнению с горящими пожарами. Один из них это экономические проблемы, связанные с короной, другой суверенитет, который нужно как-то разрешать, и вопрос сближения с Польшей, который является нашим практически агентом в Евросоюзе и торпедирует все антиизраильские решения в Евросоюзе, по крайней мере, делал это раньше, до вот этого скандала. Это очень важный момент. Будем надеяться, что, в общем, получится, и в любом случае можно порадоваться, что здравые силы, консервативные силы в Польше победили, и это дает надежду, в общем, что и у нас в Израиле, и у вас в США собственно так, что ситуация сложится тоже. Сергей. Да, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Спасибо, что подождали. Алло, здравствуйте. Александр, вы у себя на Фейсбуке, на своей страничке установили видео, где леворадикальная молодежь громит, поджигает и атакует полицейских. Вот, точь-в-точь, как у нас вот, маркетинская организация Black Lives Matter, и задерживают ли ваша полиция вот этих участников, например, у нас полицейские задерживают, но левые левые судьи погладят по головке и отпускают их обратно домой. Спасибо. Окей, да, действительно, ситуация, в Израиле пытаются раскачать лодку точно так, как это сделали в Америке, и действительно, в последние дни прошло несколько демонстраций, которые как бы начинались с идеи о том, что экономическая ситуация ужасна, мы мелкие предприниматели, мы очень сильно страдаем, мы вышли на демонстрацию для гражданского общества, для демократического государства, это нормально. Окей, им государство помогает, но они считают, что им помогают недостаточно, они выходят на демонстрацию. До сих пор все хорошо. Но левые, по сути дела, украли у предпринимателей, которые были там, если они там вообще были, эту демонстрацию и превратили ее в откровенную демонстрацию против Натаньяо, собственно, в том же самом Фейсбуке, одна дамочка русскоязычная, активная такая адвокатесса, она так и сказала, это вообще не демонстрация про предпринимателей, кто они такие предприниматели, вообще зачем они нам нужны, демонстрация против проклятого Натаньяо. И в рамках этой демонстрации против проклятого Натаньяо, которая проходила в Тель-Авиве и Иерусалиме, возле дома главы предпринимателей в Иерусалиме и на центральной площади царей Израилевых в Тель-Авиве, мы видели людей, которые, ну, очень трудно представить, что это люди-предприниматели. Они больше похожи на погромщиков, откровенные погромщики, бандиты, ну, кого-то, так сказать, привезли из Яффу, соседнего арабского, то есть арабская молодежь такая боевая, которой они за любой кипиш, где можно погромить что-нибудь, и просто всякие левые отморозки, и просто вот разная шваль, буквально вот мусор, который они превратили в демонстрацию, которая является действительно абсолютно понятной вещью в гемократическом государстве, в такое столкновение с полицией. Более того, они стали громить магазины, вот опять же по американскому образцу, то есть это же безумие, люди, которые говорят, мы мелкие предприниматели, мы страдаем от короны, помогите нам, после этого они идут и громят магазины своих, как бы, собратьев по бизнесу, да, понятно, что все это была левая ерунда, полиция в Израиле действовала достаточно жестко, ну, то есть никого не убивали, но действовали так, чтобы прекратить эти безобразия, и они пресекали их достаточно быстро, эффективно, и даже арестовывали часть этих людей, которые мы видим на видео, например, они плюют в полицейских, типа у меня корона, я тебя сейчас заражу, они плюют в полицейских, полицейских скручивают, использовали и водометы, и конную полицию, но потом действительно, как и у вас, их всех отпускали, никто не задержан, никто не арестован, то есть скрутили, успокоили и выпустили, это да, но с другой стороны, в общем-то, израильская полиция, во-первых, она все-таки на, как бы, она лучше готова к таким подавлениям беспорядков, все время что-то такое происходит, и полиция умеет подавлять и разгонять, и успокаивать так, чтобы локализовывать эти беспорядки, поэтому больших погромов в Тель-Авиве не было, и вот очевидцы, которые живут в Тель-Авиве, например, на этих центральных улицах, они говорят, да, мы видели эту идущую толпу, которая была абсолютно не похожа на предпринимателей, то есть на погромщиков и бандитов они были похожи, на людей, которые страдают от того, что у них бизнесы загнулись, они не похожи совсем, и они что-то орали, они сталкивались с полицией, но полиция очень эффективна, и, может быть, не так жестоко, как мы бы хотели, но достаточно оперативно их скручивала и отправляла в своя сеть, так что они побежали, выпустили парк, и все, пока успокоились. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Вы знаете, два слова буквально за то, что вы говорили про польского президента, и про Польшу, и про польский народ. В Яр-Вашем у вас больше всего деревьев, праведников, это было поляков, которые спасали евреев, при всем при том, при их отношении к евреям, и так далее, но больше всего праведников там, это поляки. Теперь вопрос такой, вы слыхали, наверное, это был для меня, это был взрыв какой-то бомбы несколько дней тому назад, известная журналистка из «Нью-Йорк Таймс», еврейка, Берри Вайс, и для меня это было после, я вам скажу, после Дершавица, я считаю, что это вообще-то, ну, женщина, которая, опять же, перед Джерусалем пост, несколько лет назад, считалась номер семь, инфуэнчал, которые в еврейской жизни из ста лидеров, представляете, и она сейчас, так сказать, открыла лицо, что такое «Нью-Йорк Таймс», и что такое либеральная пресса, и так далее, и так далее. Пожалуйста, прокомментируйте, Александр, с большим удовольствием вас слушаю, как всегда, спасибо. Спасибо. Ну, в общем, действительно, вы все сказали, как есть, действительно, несколько лет назад, маленькое уточнение, Ларри Вайс действительно является еврейкой, которая не боится того, что она еврейка, она защищает свою, так сказать, еврейскость, свою идентификацию еврейскую, защищает Израиль, и выступает с либеральных, но разумных позиций. В этом смысле, она действительно очень похожа на Дершавица, который всегда считался левым, и сейчас, вот на фоне всего этого безумия, он оказался более чем правым даже, да, в наших глазах. Так вот, Барри Вайс была взята в «Нью-Йорк Таймс» несколько лет назад именно как ответ на то, что «Нью-Йорк Таймс» стали критиковать, тогда им еще было стыдно за то, что они совсем как-то потеряли берега, и что они превратились из газеты, которую раньше можно было уважать в просто какой-то публичный листок марксистский, и они сказали, нет-нет, вот у нас есть, смотрите, Барри Вайс, мы ее пригласили работать. И она там действительно работала, но вот теперь она ушла, потому что сил больше нет, потому что вот эта Якобинская революция, эта Радбестерярщина, Маратовщина, которая там сейчас происходит у вас, это же просто какое-то безумие, дошло до того, что Ноам Хомский, Ноам Хомский, который, я напомню, призывал бросить ядерную бомбу на Израиль, то есть тот еще левак убеждет, и антисемит, будучи евреем при этом, он страшный антисемит, мерзавец, негодяй и коммунист, но он старой закалки, старой формации, и они теперь написали известное письмо 150-150 левых разной степени дебилизма и марксизма, которые говорят, да, мы, конечно, все левые очень, и мы всех, конечно, ненавидим этого проклятого Трампа и всех остальных правых, мы бы их всех, конечно, передушили бы, но свобода слова же, нельзя так затыкать, уж совсем откровенно, вот, и тут же, когда они это подписали, тут же на них полились помои, многие из них уже сдали позиции, убежали, вот, но такие люди, как Роллинг, Роллингс, по-моему, ее зовут, вот эта авторша Гарри Поттера, она все еще стоит насмерть, подвергаясь всем возможным нападкам, то есть, да, ситуация совершенно ужасная, и Барри Вайс нам показала до такой степени в ее октайм все ужасно, то есть это даже не газета «Правда Брежневская», это газета «Правда Сталинская», это сталинские газеты, это сталинские подходы, это революция кровавая, которая пожирает своих детей, будем надеяться, что она их пожрет раньше, чем сумеет добраться до государства и разрушит американское государство, чего бы очень не хотелось. К сожалению, времени очень мало остается, но хотелось бы еще послушать о том, как развиваются отношения между Израилем, Саудовской Аравией и ее сателлитами. Да, тоже очень интересно, на этой неделе было очень интересное развитие событий, обо всем я не успею сказать, но в двух словах. Сначала в арабской, саудовской газете, в новостном канале «Аль-Арабье» появилось сообщение о том, что один из высокопоставленных офицеров Хамаса из Газы со своим братом, с ноутбуком, наполненным кучей всякой важной разведывательной информации, удрал в Израиль, и это было не просто, вот он стукнул ему, он убежал, а он работал на Израиль, работал на Моссад, его начали, почувствовал, что его раскрывают, и была проведена специальная операция, которая позволила ему бежать в Израиль. Ну, Хамас тут же выступил с заявлением, что ничего не было, вы все врете, вот, и все это фальшивые новости, и тут же сказал, понятно, что Саудовская Аравия гонит на нас волну, потому что она вообще борется с нами, мы братья мусульмане, Хамас же это разновидность братьев, это фактически селял братьев мусульман, а Саудовская Аравия считает братьев мусульман террористической организацией запрещенной. И вот они просто нас очень ненавидят, они все пособники сионистов и туда-сюда, вот, все опровергли. Но потом потихонечку, слово за слово, день за днем, и оказалось, что таки да, все правильно, так оно все и было, и действительно, руководитель, командир одного из хамасовских спецназов, военно-морского спецназа, тот, который как бы должен был со стороны моря заходить из газа и делать диверсии в Израиле, и вот командир работал на Израиль, а теперь он удрал в Израиль с кучей всякой секретной информации, которую он с удовольствием с МОСАДом и с израильским правительством поделился. И здесь, почему это в контексте Саудовской Аравии, почему Саудовская Аравия первая об этом написала, откуда она все это знала? Судя по всему, как бы она была непосредственным участником этих событий, и то, что внутри хамаса становится все больше и больше людей, сотрудничающих с Израилем, вероятно, не исключено, по крайней мере, есть влияние Саудовской Аравии, у которой там всегда были свои позиции, свои люди, и она просто свою, как бы поделилась с Израилем своими информационными возможностями. Ну, я говорю очень утрированно, но суть такая, по мере того, как Саудовская Аравия и Израиль сближаются все больше и больше на фоне противостояния общим врагам, как Ирану с одной стороны, так и братьям мусульман с другой стороны, по сути дела, это две стороны одной медали. Иран — это шиитский политический ислам, братьям мусульмане — это суннитский политический ислам. И он враг как Израиля, так и Саудовской Аравии, например, которая не хочет, чтобы государство было исламским. То есть, опять же, когда-нибудь мы об этом поговорим подробнее, Саудовская Аравия при всем своем фанатизме ваххабитском — это государство, в котором разделена религия и государственность. Братья мусульмане и аятолы в Иране выступают за то, чтобы именно Ислам был главной и единственной политической партией, как коммунистическая партия в Советском Союзе. И в этом у них непримиримое противоречие. И здесь как бы Израиль все ближе и ближе к Саудовской Аравии, объединенным Арабским Эмиратам, и в результате мы получаем одного из высокопоставленных офицеров Хамаса в свои руки с компьютером, полным всякой секретной информации. Ну вот как-то так. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. В следующий раз. Всего доброго.